Здравствуйте, мои дорогие и прекрасные зрители! Я в прошлый раз была на рынке, и не только на блошином, но и на обычном. Но, честно говоря, не показала вам. И очень многие спрашивали, почему на рынке так мало людей, так мало на блошином пенсионеров. Потому что в основном, конечно, они продают не на блошином рынке какие-то вещи, а в основном пенсионеры Александрова продают на рынке овощи и фрукты, и даже больше всего цветочную рассаду. Кстати, овощи и фрукты там достаточно дорогие, цены совершенно московские. Можно черешню купить по 400-450 рублей, в Москве даже бывает намного дешевле. Да, рынок дорогой. Но в основном рассада. Рассада, конечно, прекрасная. Я долго ходила по рынку, выбирала себе что-то для дачи, потому что хотя поздно приехала, но цветы же должны быть. Тем более я их высаживаю и в клумбу, и в горшки. Но выбор был огромный. Я купила кое-что, но, в общем, все равно мне нужно немножко докупить, потому что шли дожди и, в общем, повредилось кое-что. Ну, а сейчас вы увидите мой аутфит. В тот день было не так тепло, и я, в общем-то, немножко оделась. И вы сейчас увидите мой вот этот аутфит, в котором я была в этот день на рынке. И вот я плавно перехожу к своим покупочкам. Почему же я купила этого лягушонка? Ну, во-первых, мне показалось, что он ждал именно меня. А потом я решила, что ему будет очень хорошо в компании лягушат, которые у меня уже собрались. Ведь у меня есть и сервис с лягушатами. Вот видите, одна из четырех чайных пар, где ручка лягушечка. И чайничек, где наверху тоже лягушонок очень смешной, в такой шапочке с цветочком. И есть еще и сахарница к нему. И, в общем, это наш любимый сервис с моими подругами, который мы используем в гостиной. Здесь специально маленькие чашечки, потому что мы дегустируем разные сорта чая и травы сюда добавляем. И нам, вот мне не хватало для этого декора и для использования этого сервиса зеленой вазы, чтобы можно было поставить цветы. Но вазы у меня зеленой не было. Я решила заказать такой кувшинчик в лаванде декоре. И вместе с блюдом, которое тоже, видите, очень красиво, керамическое, похоже, вот как будто бы листья. Оно сюда очень здорово вписывается. И я решила вот все это заказать. А я заказала, а сын вот недавно мне привез. Поэтому вот демонстрирую еще и вот эти покупки. На блюдо очень удобно поставить, ну, я не знаю, положить какие-то вкусности, какие-нибудь бутербродики, пирожницы, ну, что-то такое. И, кстати, для этого же сервиса я купила на Блошином рынке вот такие замечательные креманочки стеклянные. Ну, вы видите, они из разного цвета немножечко стекла. Одно более так... Два таких более желтых, а одно немножко розоватое. Они на ножках. Мне-то даже нравится, что они разного цвета. К сожалению, их было всего только три. Но я решила все равно их купить. Они очень нам пригодятся, потому что иногда мы чай пьем и с вареньем, и нам нужны они. Ну, а что может лучше еще подойти к этому сервису, как не эти замечательные креманочки. В виде таких тоже чудесных листиков с прожилочками. Очень красивые. И третья замечательная покупка, которую я сделала на Блошином рынке, это керамическая рыбка. Тарелочка рыбка. Ну, вообще-то я... Это, конечно, современная вещь, но она очень подошла мне по цвету к блюду, которое у меня уже очень было давно. Это блюдо старинная вещь. Где-то тоже 60-70-е года. Но по цвету это вообще идеально. Бежевато-коричневый, да? Вот согласитесь. Здесь же у меня еще и кувшинчик примерно такого же цвета коричневого с кружечками, которые мы часто используем. Квас пьем и какие-то напитки летом. А вообще вот этот сервис мне как раз для этого стола. Мы накрываем... Когда гостей приглашаем и накрываем здесь, то вот это вот как раз идеально. И я подумала, что теперь мне не хватает буквально каких-то тарелок, может быть, в таком же цвете. Ну, в общем, надо подумать. А почему мне еще рыбка? Потому что, вы знаете, рыбу мы очень любим. У нас рыба везде. И да, вот эта рыбка сюда, ну вот просто идеально подошла. Ну, хоть и современная вещь, но для сервиса идеально. И, кстати, этот кувшинчик с кружечками вот тоже купила в Александрове на Блашином рынке. Ну, в общем, конечно, редко, но бывают симпатичные такие вещи. Так, давайте переходим к следующей у нас покупке. Здесь стеклянные желтые рюмочки, очень удобные. Ну, в общем-то, они идут ко всему, но вообще я, это старые, где-то вот, я не знаю, 50-е, 60-е, 70-е годы, я коллекционирую старые рюмки. И вообще здесь цветное стекло, которое мне очень нравится. Но я их коллекционирую, я их отвезу в Москву, потому что у меня в Москве небольшая коллекция. Этот милый теплячьего цвета сервис, даже не сервис, здесь буквально три предмета. Это сахарница, чайник и маслёнка. Ну, вот мне очень понравились, потому что такой весёлый, жёлтый теплячий цвет. Но на них, видите, петушок. Кто-то мне написал курочка, но я всё-таки думаю, что это скорее петушок. И у него очень такое прекрасное оформление. Я почему-то думала, что это, может быть, какие-то немцы делали. Ну, по их заказу Китай. Но вообще написано Англия коллекция. Ну, естественно, в Китае сделано. А чем же мне ещё привлёк этот? Ну, во-первых, вы знаете, что у меня на кухне превалируют петухи. У меня везде петухи. Я вам уже показывала. Ещё хочу показать, что сделан он под старину. Видите, все как будто бы трещинки. Это мой любимый стиль шебешик. Вот как раз то, что я очень люблю. Вот эти вот трещинки. Очаровательные. Они мне очень-очень нравятся. Ну, и вот. Ну, вот маслёночка. Её открою. Видите, тоже здесь какие-то трещинки небольшие. Специально сделанные. Синий ободочек. Такой ситцевый какой-то. Ну, в общем, всё очень мило, 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 мило. И здесь, если мы посмотрим, то увидим вот, что написано здесь. Ну, вот эту беленькую скатёрочку я купила на свой столик. Потому что у меня там очень красивый скатерт, связанный вручную. Ну, вот мне её жалко. И сейчас идут дожди. Ну, вот это очень хорошая замена. Потому что ей ничего не сделается. Она синтетикой. И вот это замечательно. Ну, вообще-то это сделано как занавесочка. Может быть, что-то раньше было другое. Замечательная вышивка-решилье. С такими кончиками. Посмотрите, какая красота. Ну, здесь, конечно, есть какие-то виды, недочёты. Но всё равно. Очень старинные вещи. Я помню, такие вещи были на кидушке у моей бабушки на кровати. Да и вообще, когда мы приезжали к родственникам в деревнях, вот очень запомнила спишь. И рядом такие занавесочки, скатёрочки. И вышиты какие-то картины. Ну, вообще, очень приятные воспоминания. И даже если я её не буду использовать, а я её хочу на окошко повесить у себя в кухоньке, на даче, то всё равно мне это очень мило. Можно даже хоронить и периодически любоваться. И, кстати, у меня к ним есть ещё мисочка с таким же декором петушка. Но петушок немножко другой. И фон чуть-чуть другой. И красная окантовочка вместо синей. И всё-таки, мне кажется, в общий ансамбль это входит. И подходят они друг к другу. И, в принципе, я думаю, что можно использовать их. Но, я думаю, больше всего изумления вызвала, конечно, последняя моя покупка – «Жираф». Он не керамический, не какой-то наш советский завод. Но могу это легко объяснить. Дело в том, что у меня в Москве очень много суккулентов. Я из них делаю иногда композиции в плоских, в пложках. Ну, что-то, например, какую-то пустыню в Африке, что-то такое добавляю, пустыни с колючками. И мне туда, конечно, иногда очень нужны вот такие вот маленькие миниатюрные животные. Ну, из пластика. У меня есть там тигры. Мечтала о жирафе. Но, когда я пошла в магазин, где, в общем-то, они продавались, то оказалось, что цена баснословная. И я от этой идеи отказалась. Но, увидев на рынке, я очень обрадовалась. Это как раз то, что мне надо. И еще хочу сказать, дорогие мои друзья, что радость себе можно доставлять и какими-то пустяками. Самое главное – находить что-то радостное в жизни, создавать себе какие-то приятные сюрпризы. Для этого иногда много денег и не нужно. Но вот я, например, вполне счастлива. И вам того же желаю. Всего самого хорошего, мои дорогие друзья. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова